Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об одном из природных, что является достаточно редкостью, фосфорных удобрений. К природным, абсолютно таким природным фосфорным удобрениям, относится также еще и костная мука. Но встретить ее можно не так часто, ну, по крайней мере, в белорусских магазинах, а стоит она достаточно дорого. А вот такое удобрение фосфорное, как фосфоритная мука, не что иное, как природные минералы, которые превращены в муку, апатиты и предложены нам для употребления в качестве фосфорного удобрения. Поборники органического земледелия, природного земледелия, которые не используют суперфосфат на своих участках, конечно, очень рискуют обеднить свои почвы и, как следствие, вызвать голодание у своих растений по фосфору. И приходится изыскивать какие-то альтернативные удобрения для того, чтобы восполнить дефицит фосфора в почвах. Конечно, зачастую фосфора в почвах может быть и достаточно, но он находится в неподвижной, недоступной растениям форме. Здесь нам на помощь приходят фосфат, мобилизующие микроорганизмы, о которых мы уже говорили на канале Процветок. Ну, а сегодня поговорим о фосфоритной муке. Фосфоритная мука содержит около 20% вот этого самого фосфора, который очень и очень необходим для растений. Представляет он из себя серый порошочек, который по внешнему виду очень похож на цемент. Ну, это естественный минерал. Он является абсолютно нерастворимым, абсолютно нерастворимым в воде. И когда вы его вносите, он практически полностью ложится мертвым грузом. И в первый год, можно сказать, что полностью недоступен для растений. Притом фосфоритная мука способна, как доломитовая мука и как известь, как мел, вот приводить в порядок повышенную кислотность. И при повышенной кислотности почв, вот подзолы кислые, там, какие-то болотные кислые почвы, приводить их в порядок, приводить показатели, близкие к нейтральным, и создавать благоприятные условия для развития наших растений. При этом, вот эта вот емкость, способность нейтрализовать излишнюю кислую реакцию почвенного раствора у фосфоритной муки гораздо больше, чем у доломитовой муки, у мела, или у извести, или других известковых таких щелочных удобрений. Кроме того, она же содержит фосфор, то есть она является не только источником нейтрализации кислых почв, но также и источником фосфатов, а также кальция. Но вот это приведение в порядок кислотности, нейтрализация почв происходит очень медленно, точно так же, как и в освобождении фосфора. Поэтому, если вы не используете суперфосфат или другие фосфорные удобрения, то для нейтрализации излишних кислых почв используйте фосфоритную муку для того, чтобы и нейтрализовать излишнюю кислотность почв, и обогатить ваши почвы фосфором. Фосфор растворяется так медленно, что его может хватить от 6 до 10 лет здесь. Но это только в том случае, если доза внесения в почву при сплошном внесении является порядка 30 кг на сотку. Согласитесь, это довольно дорого. Но, с другой стороны, 30 кг на сотку в ближайшие 10 лет – это уже становится совсем не так дорого для того, чтобы однократно внести вот эту фосфоритную муку в такой дозе и надолго забыть о том, что ваши растения могут нуждаться в фосфоре или у них может быть фосфорное голодание. При этом, конечно же, использование всех тех рекомендаций по мобилизации фосфата в почве, о которых мы говорили, о которых не лишним вспомнить сейчас, в сезон такого активного роста растений, является очень и очень важным. Для тех же, кто хочет использовать фосфоритную муку как быстрое фосфатное удобрение, я могу порекомендовать, конечно, такой, ну может, кому-то покажется экзотический, но все-таки способ мобилизации, быстрой мобилизации и обогащения фосфатами вот этого самого удобрения. Для того, чтобы сделать из этой фосфоритной муки быстрый фосфор, у нас есть рекомендации по быстрому фосфору и суперфосфата, но здесь совершенно другая история, фосфоритная мука – это совершенно другие соединения, чем суперфосфат. Придется воспользоваться фосфорной кислотой. Ну, конечно, кто-то скажет, что это уже не совсем природное, но не только же природники наши смотрят, да, смотрят люди, которые, ну, в общем, для которых урожай самое главное, да, и важно получить урожай безопасно, а это будет вполне безопасно. Преобразователи ржавчины, современные преобразователи ржавчины – это не что иное, как растворы фосфорной кислоты, обогащенные иногда соединениями цинка, что совсем неплохо для растений, для цинковых подкормок, особенно для луковых растений, для чеснока, а также иногда сюда входят соли хрома или каких-то других металлов. Вот подходят только те преобразователи ржавчины, в состав которых входит либо только фосфорная кислота, либо с добавками из цинка. Вот такой вот преобразователь, ну, вот у меня в руках такой преобразователь ржавчины, я сейчас аккуратненько его выниму, чтобы тут не захлюпать этой фосфорной кислотой все на свете. Берете вот такую вот столовую ложечку, небольшую столовую ложечку на полную столовую ложку вот этой вот муки, и сюда вот добавляете. Их избыток фосфорной кислоты соединится с соединениями фосфора, фосфоритной муки и станет замечательным, легко доступным, быстрым фосфорным удобрением для ваших растений. Вот такой вот дозы достаточно на два ведра. На два ведра, на 20 литров, то есть столовая ложка фосфоритной муки плюс столовая ложка, ну, фосфорной кислоты преобразователя ржавчины. Если вы не хотите возиться вот с таким преобразовательным ржавчиной, он вас чем-то не устраивает, возьмите 2 литра обыкновенной кока-колы и разведите в них столовую ложку вот этой самой фосфоритной муки, и потом все это разбавьте в 20 литрах. И, в принципе, вы очень хорошо растворите и мобилизуете фосфаты из этой самой фосфоритной муки. Поэтому есть такой вариант, есть такой вариант. Ну, в конце концов, кока-колу многие люди потребляют прямо внутрь. Поэтому, ну, в общем-то, ну, не могу сказать, что природное соединение, но достаточно безопасное, чтобы не бояться там как-то отравить ваши растения. Что ж, вот такие простые легкие правила использования вот такого природного удобрения, которое может стать либо на много-много лет источником фосфора для ваших растений, с учетом использования фосфатно-мобилизующих бактерий, либо из него можно сделать быстрый фосфор с помощью вот этих двух методов и пролить ваши растения, и овощные, и садовые, и цветочные, и все-все-все, для того, чтобы быть уверенным, что фосфора им на ближайший год хватит выше крыши. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с нами. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»